Бухарест Бухарест встретил меня просто максимально поганой погодой. Дождь в этом городе шел с самой первой и до самой последней минуты моего пребывания в нем, и, как назло, собираясь дома в спешке, я забыл взять с собой запасные носки. И проделывать это мне приходилось буквально каждое утро. Впрочем, была и приятная утренняя традиция, это блинчики в близлежащем кафе Мэйсон. Вот за что я люблю бедные страны и путешествия в них, так это за то, что рядом с центром, рядом с пятизвездочным отелем, ты можешь поесть вот такие замечательные блинчики всего за... Ну, вообще они 700 рублей, оказывается, стоят, я это только сейчас увидел. К слову, Румыния хоть и состоит в Европейском Союзе, но не используют евро, у них до сих пор сохранился румынский лей, и стоит он почти 17 российских рублей. И уже обладая этой информацией, давайте попробуем посетить местный сетевой супермаркет. Чтобы примерно понять уровень цен, я зашел в местный аналог нашей ленты. И вот вам некоторые цены. Литр трех с половиной процентного молока – 83 рубля. Куриная грудка – 384 рубля, но учитывайте, что цена за килограмм. За килограмм указана и цена помидоров, и составляет она около 100 российских рублей. За килограмм картофеля придется отдать 260 рублей, если за красный, либо 160, если вот за второй который. Десяток яичек категории L, или по-русски SO, обойдется вам в 145 рублей. Ну и, наконец, за 2 литра вредной газировки вам придется заплатить 80 российских рублей. Ну и, если честно, я зашел сюда не ради еды, а ради того, чтобы купить себе профессиональный видеооператорский зонт Hello Kitty. И обошелся он мне в 1000 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok Практически по всем рейтингам Евросоюза Румыния является одной из самых неблагополучных стран. И это не тот случай, когда об экономических проблемах в стране ты узнаешь из каких-то статей, рейтингов или еще откуда-то. Для того, чтобы понять, что в Румынии с экономикой сейчас не все хорошо, тебе достаточно просто прогуляться по улицам ее столицы. Возможно, это прозвучит странно, но поначалу улицы Бухареста мне более всего напомнили улицы Бангкока, столицы Таиланда. Такое же огромное количество проводов, которые свиваются в клубки, которые свисают со стен домов, которые болтаются прямо над пешеходной зоной на тротуаре. Такое же соседство богатых, ухоженных, отремонтированных зданий с собственными закрытыми дворами и стоящих рядом полузаброшенных, обкрашенных граффити бараков, вокруг которых валяются огромные кучи мусора. Очень часто ты встречаешь историческую застройку, дома старого фонда, это здания, которые были построены либо в прошлом, либо даже в позапрошлом веке. Это дома, которые пережили власть Чаушеску, человека, который занимался перестройкой Бухареста, который разрушил для постройки всего одного единственного административного здания. Пятую часть всей исторической застройки Бухареста, включая жилые дома, включая здания церквей старинных. И все то историческое наследие, которое все-таки смогло уцелеть, сейчас оно просто разваливается, стоит никому не нужным, ибо из-за нынешних социальных и экономических проблем в Румынии, состояние каких-то старых зданий это далеко не приоритетный вопрос. И поначалу я думал, что в этом нет ничего такого, мол, все очевидно. Ну, дома разваливаются просто потому, что их не реставрируют, а не реставрируют их, либо потому, что просто нет на это денег, потому что Румыния это не самая богатая страна Евросоюза, ну, мягко говоря. Либо потому, что деньги есть, но их просто распиливают. Опять же, Румыния это не самая благополучная страна Евросоюза и в плане коррупции. Но оказалось, что проблема немножечко глубже. Дело в том, что в Румынии, как, например, и в Чехии, есть закон, который позволяет частным инвесторам, это могут быть как какие-то компании, так и физические лица, приобретать эти самые исторические здания. И в этом же законе прописано, что эти инвестора, они не имеют права эти исторические здания сносить. Но если в Чехии эта программа более-менее успешно проводится, и там отреставрировано уже огромное количество домов, после чего эти инвестора просто распродают квартиры в этих домах по повышенной стоимости, то в Румынии почему-то этого не происходит. А дело в том, что в Румынии этот закон не обязывает инвестора затем реставрировать эти дома. В итоге чуваки покупают эти дома, затем дожидаются, пока дом просто схлопнется, развалится, иногда даже помогают, чтобы это произошло как-то побыстрее. И затем вот этот участок земли, который уже готов в принципе к застройке, нужно просто снести остатки старого дома. И затем после констатации разрушения исторического здания, там можно строить какой-нибудь торговый центр, какое-нибудь низкокачественное малоэтажное жилье, ну или просто перепродать этот участок дальше каким-нибудь девелоперам. И я не случайно сказал, что на месте разрушенных исторических зданий строится именно низкокачественное дешевое жилье. И это неудивительно, ведь крайне низкий уровень доходов населения создает запрос именно на такое жилье, которое в первую очередь будет максимально дешевым. Что строили пять лет назад, они вообще ни по какой правиле не шли. Они дали в эксплуатацию дом, но у них даже канализации не было. Они стояли с бочкой большая, знаешь, да. И даже у них и света не было, и они стояли на генераторе, ну весь дом. Помимо нового низкокачественного жилья, в Румынии также огромное количество примеров социалистической застройки. Такие здания имеются и в развитых странах Евросоюза, таких как Германия, например. Но там эти дома стараются реновировать, то есть менять все коммуникации, инфраструктуру, придавать этим домам опрятный внешний вид. И отдельное внимание уделяют тому, что находится вокруг этих домов. И совершенно очевидно, что для всех этих действий нужны деньги. Деньги, которых в Румынии, как вы уже, наверное, поняли, попросту нет. И в результате вся эта социалистическая застройка, над внешним видом которой изначально никто особо не запаривался, сейчас выглядит еще более депрессивно. И, честно говоря, я даже не представляю, как, живя в таких зданиях, можно чувствовать себя счастливым человеком. На следующий день вместе с Николаем, это тот самый человек, который рассказывал про качество новостроек в Бухаресте, мы решили отправиться в место, которое практически полностью застроено аналогами наших советских хрущевок, которые ныне пребывают в крайне плачевном состоянии, а внутри этих хрущевок проживают цыгане. Район Ферентари при власти Чаушеску являлся спальным районом для рабочих, которые работали на тогда еще функционировавших заводах. После свержения режима Чаушеску многие из этих заводов прекратили свое существование, проживавшие здесь рабочие начали постепенно разъезжаться, а освободившиеся квартиры начали занимать не особо переживающие из-за отсутствия работы цыгане. Причем практически все они вселялись в квартиры самовольно, без какого-либо на то разрешения. Это так называемый сквотинг. Вот там вот стоит мусорный контейнер, не знаю, видно его или нет. В пяти метрах стоит дом, и люди из этого дома скидывают мусор просто из окон на землю. Неужели так сложно вот выйти и пройти пять метров и выкинуть мусор, который ты сложил бы у себя в квартире мешок? Нет, нужно выкинуть на землю. Для чего так делать? Это же их район, им самим как бы нормально вообще в таком жить? Вот это вообще удивительно, несмотря на то, что мусор здесь прямо под окнами зачастую валяется, здесь есть контейнер и целая площадка для раздельного сбора мусора. Это удивительно. Я не знаю, правда, насколько она здесь эффективна, то есть если люди не могут просто до помойки мусор донести, то какова вероятность, что они донесут его до помойки и еще отсортируют? Но тем не менее, тем не менее, возможность у людей при желании такая есть. На самом деле, несмотря на весьма неблагополучный внешний вид района, стоит отметить, что буквально пару лет назад он выглядел вообще вот так. Но не так давно мэром пятого сектора Бухареста, в который в том числе входит и Ферентари, стал человек, который ведет свой собственный блог на Ютьюбе, который отчитывается перед гражданами о проделанной работе и который регулярно осматривает вверенные ему окрестности, общается со всеми людьми, которые могут спокойно к нему подходить и задавать абсолютно любые вопросы. И несмотря на то, что в Ферентари все еще выглядит весьма плачевно, стоит отметить, что мусор наконец-то начали вывозить, начали появляться детские площадки, и, скорее всего, вы уже не найдете здесь того ужаса, который можно было увидеть в видеороликах про этот район, которые были сняты несколькими годами ранее. Но если вы думаете, что все цыгане в Румынии живут в каких-то полуразваленных хрущевках, то вы очень сильно ошибаетесь. После падения режима Чаушеску цыганам вернули практически все золото, которое при Чаушеску у них отобрали. Но если вы думаете, что на эти деньги цыгане отгрохали себя какую-то рублевку, то, ну, вы, конечно, правы, но лишь отчасти. С Николаем мы поехали в еще одно обильно заселенное цыганами место, это поселок Синтешти. И в отличие от Ферентари, где по соседству с цыганами проживает довольно много румынов, здесь поселок практически полностью состоит из цыган. Въезжая сюда, ты начинаешь испытывать некий диссонанс. С одной стороны, ты видишь какие-то богатые дворцы, но, с другой стороны, богатые они только с точки зрения цыган. Судя по всему, они считают, что дом выглядит тем богаче, чем больше у него этажей и чем больше у него башен. И так как на количество этажей и башенки тратилась основная часть денег, то многие из этих домов так и не были достроены, поскольку у их владельцев заканчивались средства. На самом деле, многие из этих до нелепого вычурных дворцов внутри совершенно пустые, там ничего нет, ни мебели, ни даже отделки. При этом сами хозяева таких поместий могут обитать где-нибудь на окраине Бухареста, в какой-нибудь полуразрушенной замызганной хрущевке. Ну и, конечно же, все эти дворцы окружены мусором, грязью и пустырями. А местные жители при виде камеры, даже если вы едете в автомобиле, начинают выбегать за вами на дорогу и кричать что-то нечленораздельное. В общем, если вы когда-нибудь задавались вопросом о том, что будет, если цыганам дать кучу денег, то вы можете приехать в Румынию, заехать в Синтешти и посмотреть на все это воочию. Знаете, я внезапно для себя выяснил, что очень многие на самом деле боятся брать еду из мини-бара в отеле. Иногда сидишь ты у себя в номере и хочешь съесть какую-нибудь шоколадку или выпить какой-нибудь лимонадик, и тут есть вот такой замечательный холодильничек, мини-бар, в котором есть всякие там лимонады, вода, шоколадки. Но есть одно но. Дело в том, что все, что находится в этом мини-баре, оно совершенно каких-то неадекватных денег стоит. То есть, например, вот этот вот Red Bull и Snickers в сумме стоят 700 рублей. Но я не буду платить этих денег, потому что пока я сегодня днем гулял по городу, я купил в магазине обычном точно такие же Snickers и Red Bull, но уже не за 700, а всего за 120 рублей. И теперь я просто беру их и ставлю туда, где они и стояли. Таким образом можно жрать абсолютно любую еду из мини-баров и платить за нее адекватные деньги. А, и чуть не забыл, обязательно вешайте снаружи вот эту вот картонку, не беспокоить. Иначе, как только вы выйдете из номера, вам сразу же заскочит уборщик для того, чтобы засунуть в холодильник недостающие всякие шоколадки, чтобы заставить вас потом за это все платить. А если вам нужны советы не только о том, как сэкономить, но и о том, как заработать, то подписывайтесь на телеграм-канал «У соседа лучше». Автор канала в максимально доступной и понятной форме предлагает огромное количество самых разных вариантов заработка в интернете. В частности, это бонус-хантинг, это когда вы с друзьями оформляете себе карты каких-то банков по реферальным ссылкам друг друга, и каждый из вас получает от банков вознаграждение. Но также предлагаются и более долгосрочные варианты, такие как дропшиппинг, или создание канала на YouTube или TikTok с подробным описанием вариантов того, что можно было бы на них снимать. А при возникновении каких-либо трудностей, вы всегда можете связаться с автором канала практически напрямую и получить от него ответы на все ваши вопросы. И также стоит отметить, что новые посты появляются буквально каждый день, так что переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на телеграм-канал Усоседа Лучше и зарабатывайте больше. На свой последний день в Бухаресте я решил отложить то, что туристы делают, как правило, сразу после приезда. Я решил осмотреть парочку интересных для меня достопримечательностей, а также прогуляться по центру города. И первое место, которое я захотел посетить после нескольких дней пребывания в Бухаресте, это дом бывшего президента Румынии Николая Чаушеску, расстрелянного в 1989 году во время антикоммунистической революции. Одним из наиболее ярких периодов правления лидера социалистической Румынии является период политики жесткой экономии 80-х годов. Причиной проведения такой политики стало желание Чаушеску как можно скорее расплатиться с внешними кредитами Румынии. И когда я узнал о том, какие именно меры вводились в целях экономии, мне стало очень интересно посмотреть на то, в каких условиях переносил все невзгоды и лишения сам Николай Чаушеску в этот сложный период. Именно для этого я и приехал в бывший дом президента, который сейчас является музеем, и узнал, что поснимать внутри стоит 1000 евро, поэтому уж извините, но фотографии комнат этого дома я все-таки взял из гугла. И да, этот павлин реально там шастает. Ну а пока вы будете разглядывать фотографии комнат Чаушеску, коих в этом доме более 80, я расскажу вам о том, какие именно меры он вводил в целях всеобщей экономии. Итак, в 83 году, спустя два года после начала режима экономии, была введена карточная система на продажу продуктов. К примеру, по этим карточкам на одного человека в месяц полагалось 5 куриных яиц, килограмм сахара, килограмм муки и 250 грамм маргарина. В дальнейшем эти нормы корректировались в сторону снижения, и одно из таких снижений Чаушеску мотивировал тем, что румыны слишком много едят, и он просто заботится об их здоровье. Лимитировалось также и потребление электроэнергии. На одну комнату полагалось не более одной 15-ваттной лампочки. И я практически уверен, что Чаушеску в своих роскошных люстрах включал исключительно по одной единственной лампочке. А вдобавок было запрещено включать холодильники и пылесосы, ведь они тоже потребляют энергию. Что касается бензина, то его продавали по талонам, и на одного человека полагалось 30 литров бензина в месяц. Экономили в том числе и на отоплении, поэтому допустимую норму температуры в комнате снизили до плюс 14 градусов. Не обошли стороной ограничения и горячую воду, которую в домах давали всего на один день в неделю. И в итоге все эти ограничения принесли свои плоды. К 1989 году все внешние кредиты Румынии были успешно погашены. Правда, это стоило уничтоженного производства, которое не могло закупать технологии и оборудование за рубежом. Да и в целом людям не особо-то и нравилось жить при подобных условиях, что понимал и сам Чаушеску, постоянно путешествуя с целой оравой охраны и даже имея людей, которые пробовали его еду перед началом трапезы для того, чтобы определить, не отравлена ли она. Впрочем, эти люди ему не особо-то и помогли, ведь в 1989 году в результате антикоммунистического восстания Чаушеску вместе с его женой были расстреляны. Следующим местом, которое я решил посетить, стал дворец парламента, он же Дом народов, который является детищем Чаушеску. Я сегодня уже упоминал это здание, это именно ради него Чаушеску захотело снести пятую часть исторической застройки Бухареста. Этот дворец – это самое большое и самое тяжелое административное здание в мире. Оно состоит из наземной и подземной частей, причем подземная даже превышает по высоте наземную, и по состоянию на сегодняшний день это здание до сих пор не достроено. И весьма примечательно, что идея строительства этого дворца пришла в голову Чаушеску после разрушительного землетрясения в Бухаресте. То есть у вас в стране супер жесткий режим экономии, только что произошло разрушительное землетрясение, и вот это вот прям самое удачное время начать строить исполинское дорогущее административное здание в центре столицы. Ну вот не зря, не зря партийная пресса Румынии дала Чаушеску прозвище «Гений Карпат», несмотря на то, что у него было 4 класса школьного образования. После знакомства с социалистическим прошлым Бухареста, а также с его цыганскими кварталами, я решил посмотреть на что-то такое прекрасное. И самым очевидным способом сделать это было поехать в центр города. И здесь я сразу же наткнулся на первые признаки европейской цивилизации. Велосипедные дорожки, которые пронизывают практически весь центр Бухареста, и более того, они еще и двухполосные. Впрочем, есть в центре Бухареста и другие, намного менее приятные признаки европейской цивилизации. По количеству граффити на квадратный метр здания Бухарест даст фору таким городам, как Берлин, Париж и, возможно, даже Брюссель. Но если очень сильно постараться, то под маскировочным слоем из граффити можно найти неплохо сохранившиеся и даже отреставрированные исторические здания. В конце концов, не зря же Бухарест носит звание Балканского Парижа. Ведь в Бухаресте действительно был архитектурный период, когда этот город ориентировался на французскую столицу. И именно этим объясняется огромное количество зданий в таких стилях, как, например, барокко. Но особенно красивым Бухарест становится заходом солнца. И не только потому, что включается освещение, как уличное, так и на зданиях, но еще и потому, что во тьме не так видны все эти граффити, отсыпающаяся штукатурка и мох, который растет на некоторых зданиях. Вот такое вот здание стоит в самом центре Бухареста практически. Оно все в строительных лесах, его реставрировали, но так и не доделали. И висят вот такие вот интересные баннеры, на которых написано, это, видимо, сами рабочие вывесили, что им не платили 6 месяцев. И вот они вывесили фотки того, как они здесь работали, как они все это реставрировали. Причем заказчикам этого ремонта числится мэрия. Также написано, что они не будут ничего доделывать до тех пор, пока им не заплатят. И хотя сама такая ситуация с невыплатами, конечно же, неприемлема, но все же стоит отметить, что в Румынии простые рабочие спокойно могут так публично выказывать свое недовольство незаконными действиями властей. А вкупе с тем фактом, что за последние пару лет средняя зарплата в Румынии выросла с 400 до 700 евро, то за будущее этой страны, лично я, испытываю осторожный оптимизм. Слушай, а он работает? Нет. Нет, он не работает. Он здесь просто для красоты. Очень красивый. Спасибо.